Андрей Михайлович, у тебя недавно вышла книжка «Письма о поэзии». Я помню, что одна из первых эсэшек здесь, она называется «Стихотворение преступления против смерти». Меня эта тема заинтриговала, это очень красиво звучит, не только обаятельно, а в этом есть какое-то желание совершить это преступление. Ты мог бы объяснить, что ты имел в виду под этим? Я имел в виду то, что поэзия преступна, просто до сих пор это было выражено либо при помощи метафор, либо определитель как-то ходил вокруг да около, не решаясь вот таким образом подать. Между тем, строчки, если бы знал я, как бывает, когда опускался на дебют, что строчки с кровью убивают, нахлынут горлом и убьют, это уже определение поэзии как чего-то преступного. И когда я до этого написал статью о странной силе, которая травмирует поэтов, и ведь можно вспомнить, что почти все они народ калечен и перекалечен. То есть ты говоришь о том, что если есть преступление, то должно быть и наказание какое-то? Нет, я говорю о том, что поэзия это не развлечение, это очень опасное дело, если идти до конца, участвуя в котором человек рискует своей жизнью. Потому что если ты начинаешь осуществлять, как сказала Цветая, безмерное в мире мер, у тебя возникает куча врагов, которые, как Сальери, тебе скажут, его надо отравить, его надо замолчать, его надо каким-то образом задвинуть. Потому что он несет, черт знает что, безмерное в мире. С другой стороны, ты пишешь эту статью, видимо, для того, чтобы напомнить поэтам, которые, в общем-то, находятся в некотором состоянии прозябания многие, напомнить о том, что это очень ответственное, серьезное дело, и то, что необходимо перешагнуть какую-то грань совершенно точно. И иметь в виду, что это что-то более серьезное. Точно. Дело в том, что поэзия на сегодняшний момент находится в состоянии глубокой амнезии. После того, как поэзия осуществила неудачу за неудачей в своих попытках отобразить то, к чему она предназначена, вот этот мир неудачной поэзии стал основной парадигмой, он стал нормой. Я другими словами формулирую то, что это поэзия бытового сознания. Что-то такое, где не происходит именно преодоление, где не происходит перехода в измененное сознание, что-то иной какой-то мир, если прочее. И люди умудряются в этом состоянии существовать, писать и считать это нормальным. Конечно. И здесь люди забывают, к чему предназначена поэзия. Забывают то, что предназначение человеческой природы сейчас подпало под амнезию. Это один факт. А второй факт – это то, что предназначение природы поэзии совершенно игнорируется. То есть, пройдет, забыли, что это такое. И, как я уже сказал, вот эти вот слова превратились по Тютчеву даже не в тень смысла, а в тень от дыма, как он пишет. Жизнь – это тень от дыма. Вот слова стали тенью от дыма. Для того, чтобы это напомнить, нужно, видимо, обратиться к классикам. И просто, ну, может быть, на уровне цитатов, афоризмов нет? Ну, разумеется, есть способ личного примера тоже. Потому что способ читания классиков каждый будет читать сам себя. И каждый в классике увидит степень своей деградации или степень своей углубленности. Потому что, ну, мы с тобой часто говорили… Ну, вот мы с тобой говорили, вот «Краденный воздух» у Мандельштама, журнал «Воздух». Но мне же совершенно кажется, что они занимаются разрешенными вещами. Абсолютно разрешенными, больше того, комфортными вещами. Как раз вот там большинство, за редким и удачным исключением из номер в номер… Мы не будем забывать, что мы тоже авторы этого журнала. Мы тоже авторы этого журнала и пытаемся как раз вспомнить, что же такое поэзия, в чем ее природа. Но большинство авторов… Поэзия превратилась, по большому счету, в детскую игру. Вот какая-то огромная такая детская, где инфантильные люди занимаются поэзией, как игрой в куклы. Переставляя смыслы, комбинируя смыслы, спросишь «Зачем это?». А это самовыражение, понимаешь? Но поэзия – это не самовыражение. То же самое Мандельштамм говорил, что поэзия далеко не самовыражение. Конечно. И вот когда поэзия… А есть из рогов поэзия «Гордыня», в том числе самовыражение? Точно. Меня в свое время это поразило, когда ты был человек, там, лет двадцати. Я понял, что для меня это было откровение. И вот поэзия, когда она вспоминает, кто она, или музыка, в случае Моцарта, вспоминает, кто она, она встает на путь преступный, потому что она становится безмерностью в мире мер. Она становится жизнью в мире деградации, в мире смерти, в мире энтропии. И, естественно, она задевает, потому что пророки, святые и просто люди, которые живут в мире мер, не учитывая его требования, они неудобны. Их надо устранять, их надо убивать, их надо замалчивать, их надо… Ну, как Сальери поступил с Моцартом, как Дантес поступил с Пушкиным, как с Лермонтовым поступил его, кстати, друг. Ну, Андрей, я не знаю там подоплеки всех этих событий, которые произошли. Я знаю, почему и что случилось, я не очень понимаю, что и было. Дело даже… Жизнь всегда может отомстить разными способами. Конечно. И не знаю, это не обязательно будет Дантес. Конечно. Это может быть трамвай. То есть, поэт имеет дело с той силой, на границе столкновения безмерности с миром мер возникает травмирующая ситуация. То есть, ты рискуешь смертью. Нахлынут горлом и убьют. И не только строчки, но и та волна, которая вернется после этих строчек. И то, что Пастернак дожил так сравнительно благополучно, хватанув свое, конечно, и по боли, и все такое, и с таблетками Ковинского он приходил и говорил, давай закончим уличку жизнь самоубийством, это лишнее подтверждение тому, что это все не шуточки. И тот, кто отваживается идти в поэзии до конца, это очень мужественный человек, это воин. Потому что судьба поэтов, это судьба трагическая. Ну, вообще для меня очень были приятны, собственно, твои идеи перенесения вот этих вот восточных мыслей, Путь воина в том числе или Кастанеды, одна вариант поэзии. Дело в том, что… Это очень привлекательно. Да, но когда я говорю о пути воина, я говорю о том воине, у которого нет врага. Ну да, да. Вот воин как напарник в танце с жизнью, но жизнь он рискует. Это скорее айкидо, воин айкидо, у которого врага нет, у которого есть напарник. И вот поэзия, несмотря на то, что сам участник рискует жизнью, у него нет врага. И это, наверное, самое великое искусство. Я хочу сказать, что поэзия преступления не просто преступления, а поэзия – это преступления жизни против смерти, против энтропии, против мира мер, против мира деградации, против мира ограниченных стереотипов, которые нам навязывают со всех сторон, в том числе и критики, которые говорят, вот это вот хорошо пишется, давайте про это говорить, а это плохо пишется. Критика находится в ужасающем состоянии сейчас. Ну, про это каждый говорит, это известно более-менее всем. Ну, я надеюсь, что твой диалог с Данилой Давыдовым несколько осветит мрачную ситуацию. Он вполне получился живым, да. Я думаю, что мы в третьем номере градиона его покажем. Ну что же. Спасибо. 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 Спасибо.